Доброго дня! У нас сегодня пасмана на улице. В общем, дети у меня пытаются читать. Висит большая прозрачная капля. Возьмёшь одну почку, расстрёшь между пальцами, и потом долго всё пахнет тебе. Какой ты рассказ читаешь, Вась? Разговор деревьев. Разговор деревьев? Да. Ну, ещё читай дальше. Ароматной смолой, берёзы, туполя или черёмухи. 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 По дереву, за ягодами. Сложно ещё текст читать. Читай, Васюша, читай. Это пока бельишко глажу. Сложно пока читать. Стихи у неё лучше получается читать. Там складные. Вот Егор у нас так сидит, читает. Вот так он у нас сидит, читает. Егорка, маши ручкой, скажи привет. 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 Читать он не хочет. Уговорили Егора почитать. С одним условием, что будем тоже его снимать на камеру. Иначе никак не соглашался. Ну, давай, читай. Всё. Камеру я включила. Зелёный льут Все пушечки Зелёный льет Труд А почему ты её читаешь? Там что, точки стоят на букву Е? Зелёный льет Где всё та? Где всё та? Смотри-ка там ещё сколько читать. Давай, давай, дальше. Всё. Елка с лоб Зелёных Свечек В три с половиной года он вообще не говорил У него было написано в медицинской справке или как-то, в общем, выписка из дома. У него было написано, что... Дословно не помню, но ещё смысл тот, что речь минимальна, то есть там определенные слова, вот как у малышей в самых там дай, дай там дна и г. В основном такие вот короткие. Слышей дома Ну, говорить он начал довольно быстро. Буквально недели через две он за Васюшкой начал повторять. И Снежана за ними также. Где-то через месяц они уже у меня так предложениями говорили. Видимо, просто с ними не разговаривали, поэтому они и молчали. Ну, словарных запасов, да, конечно, практически не было. Ну, я считаю, что нормально. Вот для того, для ребёнка, который в три с половиной года вообще не говорил, он так более-менее читает. В общем, я довольна. Егор, ты знаешь, что ты молодец? Да. Да. Сам хочу читать. Ты мамин умник, да? Да. Ещё будешь какой-нибудь читать интересный? Будешь ещё читать? Только я камеру уже выключу. Будешь? Будешь. А сейчас какой сам выберешь? А может, ты не в парке, а может, в циопарке у мамы с папой жил. Ходил смешной слонёнок, а может, поросёнок, а может, крокодил. Однажды зимним вечером, а может, летним вечером он погулять по парку без мамы захотел. И заблудился сразу, а может, и не сразу уселся на скамеечку и крокодил. Ну, он прочитал один рассказик тоже еле-еле. А Снежана у нас букварь читает. Со Снежаной у нас очень всё сложно. Трудно у нас чтение даётся. У нас вообще всё трудно даётся. Снежок, помаши ручкой, скажи привет. Всем привет. Да. Но грызём мы гранит науки, грызём. В общем, есть, конечно, дети на её уровне подготовки. Они все у меня пойдут в первый класс. Но подготовка у них у всех разная. Может быть, ещё и от группы в садике зависит. Потому что дома-то мои книги-то одни, мама-то одна. Сами они занимаются. Впереди лето. Что прочитала? Понятно. В общем, вот такая разница в чтении. Василиса чуть-чуть постарше Снежана. Несколько месяцев разница. А Егор старше девочек. И тоже уже восемь скоро будет. Читай, Снежок, читай. А теперь что? Перелистывай ещё читай. А ты поняла, про что прочитала? Поняла? Точно поняла? Про что ты прочитала? Снежка. 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 Или ты не поняла, про что? А, Снежка. Почти поняла. Почти? Давай ещё разок прочитай, чтобы понятно было. Здесь подсказка. Видишь, вот картинка рядом. Там нарисованы как раз и мальчик, и девочка, и кто ещё? Катя. А ты про кого читаешь? Разве про Катю? Саша и Катя. А где Катя написано у тебя в тексте? Найди мне слово Катя. А нет, тут Маша. Да кто нарисован тогда? Маша. Маша и Саша. А что у них в руках? У Маши что в руках? Роза и шарик. Только не роза, а тюльпанчик. Тюльпанчик и шарик. Там про шар тоже написано, что шар хорош. Василис, ты что бросила? А я там прочитала. Пойдём, я тебе ещё задания дам. Пошли. Всё, Снежок, читай. Всем пока. Вась, всем пока. Всем пока-пока. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Всем пока-пока. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»